ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивые люди, здравствуйте! Команда Бьюти Тайм ТВ подготовила серию репортажей о красивой жизни нашего города. Это Бьюти Тайм. Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Вы смотрите Бьюти Тайм. Мы начинаем серию сюжетов, посвященных правильному питанию и качественным продуктам. Как научиться разбираться в их пищевой ценности и как выбрать то, что действительно необходимо для организма, об этом и о многом другом расскажут наши эксперты. Гастрономические мастер-классы – популярнейший вид досуга. Это не просто возможность совместить полезное с приятным. Это творчество в своем высшем проявлении. Ведь невозможно готовить, пребывая в плохом настроении. Сегодня у нас, конечно, уникальный формат. И прекрасный шеф-повар, и замечательная команда, и только лучшие продукты. Я уверена, что сегодня будет вкусно, сегодня уже весело. Солирует в этом ансамбле итальянский шеф-повар Рафаэли Сильвестре. Он преподает своим челябинским ученикам мастер-класс по приготовлению пасты. Ассистирует ему российский коллега Алексей Шанцевой. Итак, дамы и господа, тесто на макароны мы будем заводить на двух пистомесах. Алексей, извините. Позвольте. Не макароны. О, паста, паста. Паста, 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 конечно. С одной стороны, рецепт этой пасты необычайно прост. Вода, яйцо и мука. Но только все эти продукты должны быть особенными. Да, многие люди готовятся стабильно на традиционной пшеничной муке, потому что не особо вдаются в подробности, не особо вдаются в нюансы этого всего. Если вникать, то процентов может быть 10, зная более трех разновидностей муки нашего населения. Мука всегда имеет разные свойства. Может быть, у нее одинаковая влажность, может, у нее одинаковая крупность. Но из-за того, в каком месте произрастало зерно для этой муки, по-разному формируется химический состав этого зерна. И в муке разные свойства получаются. И это делается из мягкой пшеницы, поэтому мука называется хлебопекарная. Она идет именно в первую очередь для изготовления хлеба, хлебобулочных изделий и так далее. Такого теста. Когда мы говорим о такой муке, мы в первую очередь имеем в виду макаронные изделия. Ну и, конечно же, визуально вы увидите, это крупичатая мука, желтенькая. А обычная мука хлебопекарная, она белая, воздушно-белый порошочек. Мы запустили новую специализированную линейку по муке, куда вошла мука для макаронных изделий, мука для итальянской пиццы и уже всем полюбившейся мука экстра для воздушной выпечки. Хочу немного сказать, что прежде чем запустить новый продукт, мы проводим многочисленные лабораторные исследования, качественные анализы, отдаем нашу продукцию на тестирование шеф-поварам. И только после того, как мы получим положительные результаты на каждом из этапов, мы принимаем решение о том, что нужно производить данный продукт и выводить его на рынок. Кстати, некоторые современные хозяйки не только знают различные виды муки, но и применяют их в своей работе. Немножко знакома с этой кухней, с кухней ресторанов, поэтому знаю, что ее великое множество. Тыичная и гречневая, и пшеничная, и рисовая, и кукурузная, и все возможно. Итальянская кухня считается самой популярной в мире, но кто не знает пиццу и пасту. И, пожалуй, главный секрет приготовления этих простых блюд как раз и заключается в том, что все эти знакомые продукты должны быть непревзойдемного качества. Люди творческих профессий, например, дизайнеры интерьеров, время от времени испытывают необходимость сделать что-то за рамками клиентских заказов. Так, например, родился проект под названием «Трендсет», который шел несколько месяцев и завершился очень стильной вечеринкой. Сегодня одежда создается не только для людей, но и для стен, а дизайнерские принты оказываются представлены не только в тканях, но и в декоративных покрытиях. 13 дизайнеров интерьера с помощью штукатурки и интерьерной краски создавали новые концепции. Все это при участии фотографов и стилистов было запечатлено в рамках специальной фотосессии. У нас получилось так, что помимо такого творческого тандема, как дизайнер-декоратор, у нас получилось привлечь фотографов, фэшн-фотографов, стилистов, визажистов, парикмахеров. В целом огромная группа творческих людей трудилась над образом. У меня единственный планшет сделан на дереве, у всех остальных это на гладких поверхностях, поэтому мне пришлось ездить на рынок, купить самой эти палки, привезти шпон, на который потом наносились декоративные покрытия. И еще у меня уже 4 года лежало в коробочке с пилой. И мне они очень нравились, я все надеялась, я их куда-то применю. Ну и вот как раз выдался такой случай, их задекорировать и применить в моей коллекции. Самый вдохновляющий тренд 2018 года для нас оказался это простейшие поверхности, матовые, с насыщенными цветами. Вот именно вот этот эффект хотелось показать на панно, как можно в интерьере сделать декор с помощью простейших стен, простейших декоров, придав им интересный цвет. Вот эти ноутборды, эти наши коллекции, эти шикарные работы, это как раз возможность показать заказчику, что не нужно бояться, что нужно быть смелее в реализации, нужно больше доверять дизайнерам. И все задумки, они могут быть действительно крутыми и имеют право на существование не только серые и бежевые интерьеры. Они могут быть яркими, они могут радостными быть, они могут вдохновлять, они могут в Челябинске, где нет весны, весну принести. Каждая презентация приносит что-то новое, новую моду, новые идеи, новые вдохновения. То есть иногда ты посмотришь, что это какая-то лепнина, а может ты из нее какую-нибудь абстрактную композицию составишь, и она будет вообще не классическая. Как бы вот это вдохновляет, расслабляет, и заряжает какой-то такой энергетик. Когда ты приходишь в такие мероприятия, открываешь компьютер и начинаешь творить просто. Я дизайнер, поэтому мне интересно общаться в этой сфере с коллегами, узнавать что-то новое, идеи какие-то свежие ловить. Я вот очень верю, что сейчас время, когда каждый человек может стать, ну, брендом. И он, вот то, что он делает, вот результат его труда, да, оно может быть востребовано. И поэтому в дальнейшем мы планируем проводить и второй сезон, потому что очень много откликов мы получили, очень много отзывов, и люди хотят дальше участвовать и создавать что-то новое для людей, для того, чтобы это было более доступно и, ну, более массово. Вечеринка, в рамках которой презентовали работы участников трендсет, оказалась самостоятельным ярким событием, собравшим людей, неравнодушных к искусству и новым идеям. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71, Труда 166, ТРК Горки, 2 этаж. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя, сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция, курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра Арт-Медика. 775-19-88 Летний день одной цены в тессуре. Жаркие цены на часть коллекции ткани. Салон ткани тессура на Тимирязьево, 26. Имидж-клуб Светланы и модельное агентство «Эксклюзив» представляют конкурс «Бэби-модель-2018». 26 июня. Дворец пионеров на Аламполе. На подиуме юные участницы от 5 до 15 лет. Партнер конкурса торговая марка «Добрый пекарь». Заказ билетов 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру Вы смотрите «Бьюти-тайм» – программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Персональная выставка – важное событие в жизни художника, особенно если ее открытие совпадает с днем рождения. Валерию Плотникову узнают в нашем городе как руководителя детской студии живописи. Взрослой аудитории она известна как автор портретов. Это чувство, любовь и красота. Все эти портреты пропитаны эмоциями для меня и для людей, которые их получили. Они вызвали бурю, такую бурю чувств. И вот я собрала действительно такие портреты, от которых были потрясающие отзывы. Для меня это очень важно в работе – показывать эмоции, любовь и взаимодействие персонажей. В числе гостей презентации в основном друзья и партнеры по различным проектам. Большинство из них хорошо знают друг друга. Дружеское теплое душевное мероприятие, где собраны интересные картины Валерии, которые она умеет делать красиво, с душой, с любовью. То есть интересные люди, много очень друзей и много новых людей, с которыми можно пообщаться, поделиться опытом и познакомиться. Мы с Валерией знакомы давно, уже порядка 10 лет. Дружим, сейчас ведем совместный проект. Мне очень нравится, как она рисует, но все не могу попасть на ее мастер-класс. Мне кажется, это очень красиво, круто. Рассказывала о нескольких своих картинах, которые смогла написать в течение одного часа. То есть настолько ее вдохновили люди и случилось все это на одном дыхании. То, с каким вдохновением может работать Валерия, гости выставки смогли оценить в рамках этого арт-перформанса. Картина родилась буквально за 5 минут прямо на глазах у зрителей. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Летние платья – тема многогранная, поскольку вариаций с цветами, принтами и силуэтами существует огромное количество. При определенной подаче все это может быть актуальным. Полоска морская и полоска абстрактная, длина миди или макси, приталиного или свободного силуэта – все это встречается в коллекциях сезона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Яркая и выразительная идея летнего гардероба – платье с цветочным принтом силуэта Dior. Прелесть его в том, что носить можно и с босоножками, и со спортивной обувью, хоть каждый день, хоть по праздникам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Платья темно-синего цвета и лаконичного силуэта стилисты любят называть базовыми. Но даже с такими характеристиками они могут быть абсолютно разными по характеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каким бы ни выдалось лето в этом году, летнее платье нам все равно понадобится. Тем более, что большинство моделей сочетается и с тренчем, и с бомбером, и с теплым кардиганом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Имидж-клуб «Светлана» и модельное агентство «Эксклюзив» представляют конкурс «Бэби-модель-2018». 26 июня. Дворец пионеров на Аламполе. На подиуме юные участницы от 5 до 15 лет. Партнер конкурса торговая марка «Добрый пекарь». Заказ билетов 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» – это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя – сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург. Автор уникальной методики нитевого лифтинга. Член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция. Курс на естественность и индивидуальность. Достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов центра «Арт-Медика». 775-19-88. Заниматься фотографией сегодня можно и профессионально, и просто так для себя. И в том и в другом случае, время от времени необходимо обновлять и пополнять свои знания. Какие тенденции сегодня существуют в мире фотографии, смотрите прямо сейчас. Свадебная съемка наиболее востребованный вид деятельности фотографов любого уровня. Но по мнению настоящих профессионалов, без опыта и системных знаний не будет некачественных снимков и недовольных заказчиков. Игорь Цаплин известен среди профессионалов как один из успешных современных мастеров свадебной фотосъемки. Его челябинские мастер-классы посвящены работе со светом, маркетингу и продвижению в социальных сетях, а также правилам общения с молодоженами. Если ты приходишь, я считаю, в любую профессию, если мы говорим про фотографию, просто ради того, чтобы по-быстрому заработать, не горяете, то ты в самом плохом для себя случае ничего не заработаешь. И в принципе люди не пострадают. Но копирование вообще неизбежный побочный эффект любого обучения. То же самое происходит в художественных школах, то же самое происходит в музыкальных школах. Изначально людей учат нотам, изначально людей учат писать картины, как кто-то делал, по каким-то канонам и школам. И только когда ты отточил какое-то мастерство и уже попробовал сделать как один, как второй, как третий, то ты можешь скомпилировать что-то свое. Если бы все не проходили школу художественную, то, скорее всего, хороших художественников было бы гораздо меньше. Мастер-классы посещают не только те, кто буквально вчера взял камеру в руки, но и те, кто уже состоялся как профессионал. Его работа отличается вот именно живыми кадрами, такими легкими, и показывают настоящих ребят. Настоящих молодоженов, которые не умеют фотографироваться. Они не модели, не профессионалы, а Игорь их полностью раскрепощает и работает с ними на одной волне. Очень важный момент был свет, то есть работа со светом, работа со вспышкой. Это очень важно, это очень непроработанный момент. У меня недостаточно еще, наверное, опыта работы было именно вот с искусственным светом. Самые интересные и важные фотографии — это люди. И то, насколько по-разному можно раскрывать их с помощью фотоаппарата. Потому что, с одной стороны, можно раскрыть человека, с другой стороны, любой фотограф раскрывает человека, отчасти раскрывает это через свою призму. И мы, опять же, то, что нам всем кажется красивым, это то мы видим в героях наших фотографий. И поэтому, чем больше, опять же, мы будем общаться на мастер-классах, на таких мастер-классах с максимально разным количеством интересных людей, тем больше разных призм, вот этих взглядов мы увидим. Поэтому мне, как фотографу, очень важно пообщаться с кем-то еще интересным. Потому что, может быть, я снимаю вот так, а потом приезжает Игорь и говорит, смотри, вот так. И меня это очень сильно расширит. Это здорово. Сегодня свадебная фотография – это целое направление фотоиндустрии со своими нормами и правилами, жанровыми особенностями и художественными приемами. Это еще и неотъемлемая часть свадебного ритуала, в котором участвуют и виновники торжества, и их гости. Именно поэтому свадебный фотограф сегодня – это больше, чем просто специалист, отвечающий за баланс, фокус и композицию кадра. Все сюжеты «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм» нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда «Бьюти Тайм ТВ» благодарит партнеров проекта. «Модный дом я», студию макияжа «Френды» и мидж-студию Елены Ивановой. Субтитры создавал DimaTorzok